Один из самых современных производственных объектов. Цех покрытия металла номер 3 запустили в работу в конце прошлого года. Линия непрерывного горячего цинкования еще готовится к эксплуатации. А вот на агрегате полимерных покрытий металлурги уже освоили производство проката с более чем 20 оттенками покрытий. Такие агрегаты в России есть. Уникальность этого и для нас в том числе – это возможность выхода на европейский рынок бытовой техники в основном. То есть у европейцев есть определенное требование к составу пассивирующих элементов. Требование заключается в том, чтобы это был либо бесхроматный пассиват, либо хром-3. Вот в составе этого агрегата есть такое оборудование, которое позволяет его наносить. Полномочный представитель президента Александр Беглов приезжал на производственную площадку Северстали больше 10 лет назад. Поэтому, побывав в новом цехе, полпред оценил современное оборудование, новые рабочие места и уровень зарплат. На самой крупной домне в Европе металлурги рассказали Александру Беглову о целом комплексе серьезных изменений. За свою историю, значит, агрегат, премьерпел достаточно большую и серьезную модернизацию. Мы улучшили систему охлаждения водопрогенной печи, мы применили современные огнеупоры, модернизировали и автоматизировали процессы. И благодаря этому мы получили возможность очень серьезно повысить производительность как самого агрегата, так и производительность труда на агрегате. На комбинате представитель президента не только познакомился с основными деталями производственного процесса, но и пообщался с рабочими. В каких условиях приходится работать, как организован отдых и питание, много ли молодежи приходит на смену. Много было не штатных ситуаций? Всяко бывает, как на обычном. Но дело в том, что здесь и в самом начале работы доменной печи был наброс штат лучшие люди с цеха, с доменной. Ну и потом периодически люди приходят молодые, учатся, достаются, учат других. Одно из крупнейших промышленных предприятий не только области, но и всей страны впечатлило Александра Беглова масштабами и зрелищностью процессов плавки чугуна и покрытия металла. Музей металлургической промышленности стал финальной точкой маршрута. Мы как раз хотели показать все стороны нашего технологического процесса и людей, которые у нас работают. Ну и музей, который, как нам кажется, и в металлургии хорошо говорит об истории этого металлургического дела в нашем крае, о Северстале, о нашей истории, что тоже, в общем, как нам кажется, наглядно показывает, как становился комбинат, развивался, какие у нас планы на будущее. Главной целью визита в Череповец, как признался полпресс, стал мониторинг исполнения поручений президента, особенно майских указов. Поручение главы государства по выделению мест в детских садах детям от 3 до 7 лет Вологодская область выполнила досрочно. Средства на создание ясельных групп региону также выделены. Вологодская область получила просто колоссальную сумму средств 1 миллиард 170 миллионов рублей на строительство шести детских и дошкольных учреждений. И мы в Череповце и Вологе приступаем к строительству вот этих крупнейших детских садов. Череповец, два новых детских сада на 500 человек каждый. Они будут построены уже к 2019 году. Также Александр Беглов оценил низкий уровень безработицы, диверсификацию экономики, вклад крупных предприятий в социальное развитие города. А также пообещал держать на контроле проблему строительства второго моста через Шексну. Надо ее двигать вперед. Она пока не решается в полной мере. Хотя надо отдать правительству Вологодской области должное. Они выделили почти полмиллиарда рублей для создания инфраструктуры. Это говорит о том, что это правильный шаг. Да, это стоит денег, но это правильный шаг. Шаг в будущее, инвестиции в будущее. Я думаю, мы совместно с правительством Вологодской области этот вопрос будем решать. Я думаю, что он у нас получится. Хотя проект очень дорогой. Это 13 миллиардов рублей. Полпред провел в Череповце всего один день. За это время он познакомился с работой городообразующих предприятий, пообщался с жителями, собрал необходимую информацию о жизни города. И узнал о проблемах, которые еще предстоит решить. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok